Когда жена уходит, муж прекрасно понимает, что нужно что-то делать. Но что именно? И здесь не всё так просто, ведь это ситуация, когда высокий уровень риска и неопределённости. Мы никогда не знаем, что будет дальше, что правильно, что неправильно, и вообще, стоит ли что-то делать. Здравствуйте! С вами семейный психолог-примиритель Светлана Белькевич. В ситуации с высоким уровнем риска и неопределённости, вот когда ушла жена, мы никогда не знаем вообще, что происходит, что делать. Почему высокий уровень риска? Ставки слишком высоки. Это наша семья, наши дети, будущее, имущество, вообще вся наша жизнь. Поэтому это высокий риск и неопределённость. А вообще, нужна ли такая семья? Нас мучает куча сомнений. И вот в этой ситуации с высоким уровнем риска и неопределённости люди впадают в две крайности. Так называемый ступор, когда человек ничего не делает, просто как парализовало его. В надежде, что оно само как-то всё произойдёт, рассосётся, всё само наладится, ну потому что чудо произойдёт, там звёзды сойдутся или разойдутся. Короче, что-то произойдёт, и всё наладится само собой. Чудо не произойдёт, и само собой не наладится. Другая крайность, когда мужчина начинает слишком много всего делать. То есть какие-то героические подвиги из категории смертельных трюков, я бы их назвала. Потому что очень часто вот в этот период мужчина оформляет всё имущество на жену. И в итоге оказывается, в 50 лет не то что без жены, но даже без квартиры, в надежде сохранить семью, угодить жене, вернуть её, он делает всё возможное и невозможное. В стратегиях, как вернуть жену, основной акцент делается на то, что вот в ситуации кризиса, явного разлада, до того момента, когда жена сказала, что, ну знаешь, ну я всё-таки, может быть, поспешила, давай попробуем, давай начнём всё сначала. То есть она согласна сохранить семью или хотя бы попробовать её сохранить. То есть она передумала разводиться, она вернулась домой. То есть вот до этого момента категорически запрещены различные подвиги, романтика, дорогие подарки, значительные поступки. Это рождение детей, переезды, смена работы, вот что-то очень важное такое. Это возможно только после того, когда жена сказала, что я хочу сохранить семью или, ну давай налаживать наши отношения. Это значит, что отношения из минус, из кризиса, вот когда жена ушла, это минус, кризис, вышли в ноль, в точку баланса и опора. Вот это и есть стратегия, как вернуть жену до нуля. А вот от нуля в плюс, там уже совсем другое, там уже не нужны ни психологи, никто. Муж и жена сами могут договориться, и в жизни происходит всегда что-то очень хорошее. Оно происходит, потому что вот семья в плюсе. Вы знаете, есть очень большая разница, когда мы делаем что-то от недостатка или от избытка. То есть, например, я хочу заниматься благотворительностью, но у меня нет денег. Я вот даю вот эти деньги, что-то там помогаю кому-то в ущерб себе, потому что у меня нет на это ресурса. И когда я этим занимаюсь от избытка, например, человек очень богатый, и его может заниматься меценатством. Вот это такая же ситуация, когда мы делаем из минусов, мы делаем этой состоянии недостатка. У нас у самих очень мало денег. Когда супруги разъехались, оказалось, что надо как-то и кредиты поделить, и ипотеку, и алименты у кого-то появляются. Очень много каких-то растрат, да, то есть и эмоциональный фон как падает, здоровье ухудшается. Мы не можем ничего дать, потому что у нас у самих стало меньше. А вот уже когда отношения идут в плюс, у нас и аппетит улучшился, и спим мы лучше, и как-то на работе стали менее раздражительные, и всё получается. У нас стало что-то к нам прибавлять всего. Жизнь налаживается. И мы можем делать что-то от избытка. То есть у нас это есть, и мы можем этим поделиться. Очень часто спрашивают, а почему нельзя, скажем так, быть хорошим, показать, что я люблю свою жену, я хочу не заботиться, что мне приятно ей что-то подарить, помочь, как-то вот проявить себя. Почему нельзя? А так она подумает, что если я ничего не буду делать, что я вот, она мне безразлична. Дело в том, что здесь разная оценка ситуации мужем и женой. Для жены всё, что делает муж на данном этапе, это, оказывается, возврат долгов. Да-да, тех самых долгов за потерянные годы, за то, что она родила вам ребёнка. Не себе, не семье, не вообще ребёнок как личность. Да, вот именно вам родила, располнела, карьеру не смогла сделать, у неё было много поклонников, она упустила много шансов. То есть вот всё, что у неё не удалось, это, оказывается, у юристов есть такое понятие «упущенная выгода». То есть вот она потеряла это. И поэтому муж ей должен. А муж, муж даже не догадывается, для многих на консультации это является таким открытием, большим открытием, потрясением, я бы сказала. Для мужа это всё, что он делает. Это же не просто так человек делает, да, там имущество готов оформить, это потери, кредит погасить. Он это делает как инвестицию, как задаток, аванс, предоплата в будущей семье. То есть это для будущего семьи человек делает. А в результате что мы имеем? Разочарование. Потому что жена не только не оценила, спасибо не сказала, но и воспользовалась, скажем так, благими намерениями мужа. Поэтому в результате, конечно, разочарование, потеря доверия, смыслов очень часто спрашивают, так, а что вообще делать? Вот я же не могу просто вот так сесть и сидеть, ждать с моря погоды. Ну, так ничего не произойдёт. Вы правы. На данном этапе очень важно переходить к дружескому формату общения. Вообще стратегии, как вернуть жену, они универсальны. Они отличаются количеством этапов и их названием. Вот в моей авторской методике я выделяю четыре этапа. Это правильно согласиться с решением жены расстаться, выдержать паузу, появиться в нужное время и в нужное месте, ну и, конечно, быть самим собой. Причём вот этап появления, он не всегда может быть. Например, супруги никуда не разъезжались. На данном этапе, когда жена ушла, вы с ней согласились с её решением расстаться, обязательно выдержали паузу и через какое-то время начинается общаться. Причём я говорю всегда, что вот ситуация с высоким уровнем риска и неопределённости. Кто-то должен начать первым. И понятное дело, что все мы очень переживаем. Вот я сейчас пойду ей навстречу, да, вот такой хороший, а как она вообще отреагирует? Может, негативная ещё там как-то вот игнорить будет, оскорбляет, унижать. Может, нейтральная, может, заблокирует, а может быть, и пойдёт навстречу. Мы никогда этого не знаем и не узнаем, пока не начнём общаться. Поэтому всё-таки в этой ситуации кто-то должен сделать первый шаг. И чаще всего этот шаг должен сделать мужчина. В стратегиях, как вернуть жену, мы всегда говорим о том, что мы не просто летим друг к другу с распростёртыми объятиями, а движемся маленькими крохотными шагами, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Главное, не нужно спешить. Всё наладится. Но когда мы хотим вот сразу, буквально на завтра, то получается ещё хуже. Именно поэтому психологи рекомендуют начинать общаться вот нейтрально, чтобы вам было это просто, без претензий. Если вы чувствуете, что вы хотите ей написать, но как-то в таком плохом настроении, в назводе, не нужно писать. Иногда вот, ну я же веду семейная пара и вижу, что вот человек написал, но вот последнее сообщение было лишним. Я говорю опять лишнее сообщение. И такие ситуации очень-очень частые бывают. Поэтому всегда общайтесь, во-первых, в хорошем настроении, когда вам это хочется. Если вы с ней хотите поругаться, или вот там вот накипело, вдруг вспомнил что-то прямо, что-то не могу, тогда я всегда говорю, ну напишите вот это сообщение в черновик и скажите, я его отправлю там через час или через два. Потом, может быть, и передумаете. Один момент. Следующий важный момент. Мы общаемся по-другому. То есть максимально стараемся как-то не поддаваться на провокации, упрёки, вот уходить от каких-то ссор и разборов. Или это может быть другое участие в воспитании детей. Кстати, это может быть какая-то дружеская помощь. Главный критерий, вам это должно быть легко. Вот если вам легко, без напряга, прийти и что-то сделать по дому, это и дружеская помощь. Но если вам, вот, вы напрягаетесь, вы не любите все эти там что-то прибивать, ремонтировать, тогда не нужно этого делать. Или отвезти машину на СТО. Для одной семьи, где пять машин, на собственное СТО, это вообще не о чём. Это легко. А другая семья, где машина не просто средство передвижения, но и место для ночлега, это целое событие. Поэтому я очень осторожно привожу примеры, что входит в дружескую помощь. Это всегда очень индивидуально. И нужно смотреть, подходит вам это или нет. Главный критерий, вам должно быть это легко. То есть, ну, вот как... Сейчас кто-то засмеётся, как бабушку через дорогу перевезти. Мне вообще-то не в напряг. Вот легко. Это критерий. Если я начинаю напрягаться и жду, что мне за это скажут спасибо, тогда не нужно этого делать. Вы можете уточнить любые интересующие вопросы в комментариях. С вами была семейная психолог-примиритель Светлана Белькевич.